В эфире Азербайджанского телевидения новости в студии Ксения Анисимова. Здравствуйте. Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Карапапах-Чайлы-Газахского района. Согласно распоряжению в целях строительства этой автодороги, соединяющей три населенных пункта, в которых проживало 14 тысяч человек, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 6 миллионов 900 тысяч монатов. Попытки армян устроить провокацию на ежегодной сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ провалились. Армянская делегация и проармянский и шведский депутат Берн Содер выдвинули требования по Нагорно-Карабахскому конфликту, возрождению Минской группы и немедленному освобождению армянских террористов. Проекты поправок были вынесены на обсуждение. Азербайджанская делегация ответила армянской стороне весомыми аргументами. Парламентская ассамблея ОБСЕ отклонила все требования. Таким образом, все выдвинутые армянской стороной поправки и предложения против Азербайджана были решительно пресечены. Распространяемая Армения информация о якобы имевшем место обстреле подразделениями азербайджанской армии противника в направлении государственной границы является ложью и не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны. Наши подразделения не открывали огонь в указанном направлении. Это очередная дезинформация противника, подчеркивается в сообщении ведомства. После окончания Отечественной войны от мин неразорвавшихся боеприпасов очищено 36 тысяч гектаров территории. Обезврежено более 61 тысячи мин неразорвавшихся боеприпасов, самодельные устройства, мины-ловушки и другие боеприпасы. По информации Агентства по разминированию после войны от мины не пострадало 225 человек. Мины были заложены не только вдоль линии соприкосновения, но и в разрушенных селах и городах. На оккупированных в течение 30 лет территориях, где и в первую, и во вторую Карабахской войны были заложены мины, ведутся исследования. В ходе операции применяются различные методы и средства, куда входят ручное разминирование, механические машины и собаки мино-розыскной службы. Также начато дистанционное исследование минных полей с использованием технологии искусственного интеллекта. Сегодня в Баку состоялась презентация, изданная по итогам исследовательских работ книги «Судьба квартала Тепебаши» из последних и сохранившихся памятников азербайджанского национально-культурного и исторического наследия в Ереване, разрушения наследия азербайджанского народа в Армении и уничтожения исторических следов. В рамках мероприятия была также организована фотовыставка о разрушенных и сносимых памятниках в квартале Тепебаши. Подробнее в репортаже Ревщана Ильясова. Армяне на протяжении веков стремились уничтожить наше материально-культурно-историческое наследие. В 20 веке в результате этнических чистых и актов вандализма, направленного на уничтожение всего азербайджанского, было создано моноэтническое государство Армения. И сегодня квартал Тепебаши, который по праву считается сердцем Еревана, планомерно стирается с лица земли. В ходе исследования была получена информация об истории города Иреван, в том числе квартала Тепебаши, процессе систематического разрушения азербайджанского наследия, начавшемся столетия назад и продолжающимся до сих пор, а также об угрозе его полного уничтожения. «Благодаря ряду новых технологических возможностей мы уже поняли, что квартал разрушают, тайно разрушают. Внутриквартальная мечеть же вот-вот будет полностью разрушена. Дома азербайджанцев сносят. И еще поступила информация, что здесь хотят построить совершенно другой жилой квартал». Всего в Иреванском квартале Тепебаши в настоящее время насчитывается более 300 жилых домов. «Вспоминаю, в 80-х годах я еще жил в этом квартале, рос, играл там. Тогда мечеть еще не была в таком состоянии. Армяне-беженцы там жили. До 1999 года еще можно было ее восстановить, вернуть ее прежний вид». На основе собранных материалов, полученных в результате проведенных исследований, была издана книга, которая внесет важный вклад в работу по сохранению и пропаганде национально-культурного и исторического наследия Азербайджана на международном уровне, доведению наших реалий до мировой общественности. В издании также опубликованы архивные документы, свидетельствующие о принадлежности азербайджанскому народу квартала Тепебаши и памятников, находящихся на грани разрушения. «В городе Иреване есть жилые массивы, где проживало много азербайджанцев. Это массив Гала, массив Шаэр, в том числе жилой массив Тепебаши. И в каждом из них был азербайджанский квартал. Однако сегодня, как постепенно изгонялось азербайджанское население из города Ереван, все их следы стираются с лица земли». «Сейчас у них молодежи, я думаю, что хороший шанс. Реально, вот даже основываясь на нашем сегодняшнем мире, на этих фотографиях, они будут по всем интернету и так далее. Задать вопрос, слушайте, давайте наконец преподавать, изучать реальную настоящую историю, а не выдуманную фейковую историю. Я думаю, что очень хороший момент в Армении». В связи с процессом культурного геноцида, осуществляемым Арменией против национального культурного и исторического наследия азербайджанского народа, группой деятелей науки и представителей общественности Азербайджана было направлено обращение к генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азули. Ровшан Ильясов, Заур Дадашев, Эльшат Гейдаров, Новости АС-ТВ. Увидела свет, выпущенное на немецком языке издание о наследии Шуши. В университете Ада состоялась презентация книги ученого-тюрколога из Германии Михаэля Хесса «Наследие Шуши. История и развитие Шуши. Культурной столицы Азербайджана». При написании книги исследователь использовал более 600 источников по культуре, литературе и истории Шуши. Цель издания этой книги – донести до западных читателей объективную информацию о богатом наследии Шуши и Карабаха. В 600-страничной книге говорится и о 44-дневной отечественной войне. Михаэль Хасс рассказал о своей любви к тюркской культуре и сообщил, что книга, которая поможет донести до всего мира историю Карабаха, в настоящее время переводится на английский язык. «Надеюсь, что книга внесет свой вклад в дело распространения информации о Карабахе в немецкоговорящих странах. Шуша имеет особенности, которых нет больше нигде в мире. Шуша – это родина Узейра Гаджбекова. Он был не только великим композитором, но и очень чутким музыковедом с глубокими знаниями, каких больше нет нигде в мире». Состоялось 18-е заседание совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном. На прошедшие перед заседанием двусторонние встречи стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества двух стран и повестки мероприятий. На заседании министр энергетики Азербайджана Первис Шахбазов, остановившись на развитии экономических связей между нашими странами, отметил, что за первые четыре месяца текущего года взаимный товарооборот увеличился более чем в шесть раз по сравнению с соответствующими периодами прошлого года и составил 215 миллионов долларов. Вице-премьер, министр торговли и интеграции Казахстана Бахет Султанов подчеркнул, что и эта страна заинтересована в участии в работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Также была достигнута договоренность о проведении 19-го заседания комиссии в следующем году в Баку. В столице проходят международные конференции изменения уровня Каспийского моря, прогнозы и меры по адаптации в условиях изменения климата, организованные Министерством экологии и природных ресурсов при поддержке программы развития ООН. В ее работе участвуют эксперты прикаспийских государств, представители международных организаций, зарубежные специалисты. Участники конференции обсуждают текущие и ожидаемые колебания уровня Каспийского моря, а также вопросы расширения сотрудничества для определения национальных региональных адаптационных мероприятий с учетом прогнозов изменения климата и уровня Каспийского моря. Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев в своем выступлении в видеоформате отметил, что вопросы охраны Каспийского моря и рационального использования природных ресурсов ходят в число приоритетных направлений национальной политики прикаспийских стран. Определение причин облегчения Каспийского моря, национальные планы адаптации, направленные на смягчение его последствий и региональные адаптационные меры будут иметь большое значение для устойчивого развития прибрежных стран. Сейчас угрозы исчезновения популяции нет. Ну, потому что, во-первых, это то, что он у нас в теле все-таки занесен в красную книгу. Наконец-то он занесен. Но что на него оказывает влияние? Либо, значит, это отравляющие вещества, которые идут с хлопковых и других полей там. Либо это изменение климата, либо это уменьшение рыбных запасов. Либо, естественно, говорить про коньевство. Из Азербайджана в Украину отправлена гуманитарная помощь, состоящая из продуктов питания, бытовых и медицинских расходных материалов. В помощь входят продукты с длительным сроком хранения, а также детское питание, лекарства и одежда. В отправленную в Украину гуманитарную помощь входят в основном такие продукты. Продукты с длительным сроком хранения, как консервы, крупы, сухие пайки, а также детское питание, лекарственные средства и одежда. Помощь была отправлена из Международного аэропорта Гейдар-Алиев в аэропорт Варшавы. «Было предоставлено Азербайджанам уже более полутора тысяч важного гуманитарного груза на общую сумму более 20 миллионов долларов США. Это не просто формальный жест. Азербайджан предоставляет критическую важную помощь. Здесь и продукты питания долгого термина сбережения, здесь и медикаменты, и медицинское оборудование. Отрадно, что процесс предоставления гуманитарной помощи Украине вышел на новый уровень». Гуманитарная помощь общим весом 50 тонн подготовлена в ответ на официальный запрос Черкасской областной администрации Украины в сумгаидскую городскую исполнительную власть через города-партнеры и предназначенные для обеспечения нужд населения города Черкассы. «Сумгаид и Черкассы уже долгие годы объединяют дружеские и партнерские связи. С 2003 года эти связи стали еще более интенсивными. За этот период делегации двух стран неоднократно совершали взаимные визиты. Дружеские связи всегда были превыше всего. С учетом обращения украинской стороны и исходя из принципов гуманизма, сумгаидская общественность не осталась равнодушной к этой идее». Отметим, что по указанию главы государства до сегодняшнего дня Азербайджан уже несколько раз оказывал Украине гуманитарную помощь. Между тем, в последние дни в центре внимания находятся вопросы, связанные с восстановлением Украины. В связи с этим на конференции, прошедшей в швейцарском Лугану, была принята декларация. «Представители более чем 40 стран и около 20 международных организаций пообещали поддержать Украину на пути восстановления. Участники мероприятия заявили о полной поддержке Киева на пути к восстановлению как на начальной, так и в долгосрочной перспективе. И связали это со статусом страны как кандидатов в члены Европейского Союза». «В этих целях Украине было обещано предоставление скоординированной политической, финансовой и технической поддержки. Подписанта декларации приняли подготовленный украинный план по восстановлению и развитию как общий рамочный документ. Планируется привлечь к процессу частный сектор, научные круги и гражданское общество. Отмечалось, что конференция в Лугану является стартовым пунктом международных усилий по восстановлению Украины». Следующую такую конференцию решено провести в 2023 году в Великобритании. «Кстати, ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о требовании крупных средств для восстановления инфраструктуры, а также медико-социального обслуживания в населённых пунктах. Он отметил, что когда говорится о восстановлении, то имеются в виду не только те работы, необходимые к осуществлению после победы, но и те проекты, реализация которых требуется именно сейчас». В наших выпусках мы уже неоднократно затрагивали злободневную тему вопрос страхования недвижимого имущества как один из важных этапов при приобретении и эксплуатации жилья. Но зачастую граждане пренебрегают этим, в чём значение этого процесса и в какую сумму нам может обойтись данный вид страхования. Об этом мы узнаем из репортажа Фейдан Бабаевой. «Ханам, застраховали ли вы своё жильё?» «Нет». «А почему?» «Потому что ещё документы домашние не готовы за это. Только лишь за это. А когда документы будут готовы, обратитесь в страховую компанию?» «Да, обязательно». «Я думаю, что все должны страховаться, обязательно в порядке». «Не застраховали, да у нас даже документов нет на квартиру». «Мы застраховали квартиру и довольны. Уже не первый, как говорится, раз страховку. Идём нормально, хорошо, мы довольны». С самого начала мы хотели бы внести ясность в терминологию, так как порой некоторым гражданам сложно понять, что именно относится к недвижимому имуществу. Итак, недвижимость – это любые здания, строения и конструкции. А вот такие предметы, как мебель или бытовая техника, уже не являются недвижимым имуществом, хотя и составляют интерьер помещения. Согласно нашему законодательству, обязательным является страхование строений, жилых и нежилых помещений, а также государственного имущества, перечень которого устанавливается соответствующим органам исполнительной власти, а именно кабинетам министров. Аварийные, строящиеся объекты и объекты, ожидающие сноса, не могут быть застрахованы». Как правило, жильё – одно из самых дорогих приобретений в семье. Зачастую люди тратят много лет над тем, чтобы обзавестись собственным жильём. Тем удивительнее, доставшиеся с таким трудом имущества не бывает защищено от множества рисков. Согласно законодательству, страховые полисы по обязательному страхованию недвижимого имущества, как для жилых, так и для нежилых объектов, заключаются на год. «На самом деле, вид страхования покрывает очень широкий спектр рисков. Для того, чтобы было проще понять, разделим все виды рисков на две категории. На природные, такие как землетрясения, удары, молнии, ураганы, град, наводнения и так далее. А также техногенные группы рисков, такие как пожары, короткое замыкание, взрывы на промышленных объектах, аварии на магистральных линиях, газа, вода и теплоснабжения». Тарифы по обязательному страхованию недвижимого имущества для любых жилых объектов четко определены законодательством. «В Аку эта сумма составляет 50 монатов в год, в Гянь-Дже, сумма Гаити-Нахчеване 40 монатов в год, для всех остальных регионов 30 монатов. Эти тарифы едины для всех видов жилых объектов, будь то квартиры, частные жилые дома или дачи». Максимальный лимит страхового возмещения по этому виду страхования также регламентируется законодательством. «В Баку это 25 тысяч монатов, в Гянь-Дже, сумма Гаити-Нахчеване 20 тысяч монатов, во всех остальных регионах 15 тысяч монатов. Но стоит отметить, что это максимальная сумма выплат. Размер же конкретного страхового возмещения будет зависеть от суммы ущерба». Страхование имущества пережит не только жилье, но и бизнес предпринимателей. Страхование укрепляет социальную дисциплину граждан. Кроме того, страхование снижает социальную нагрузку на государство, и в итоге развитый страховой сектор становится долгосрочным источником финансирования экономики. Для того, чтобы разъяснить нашим телезрителям все нюансы этого вида страхования, мы будем регулярно возвращаться к данной теме. Ивановка – одно из необычных сел не только из Майлинского района, но и всей нашей страны. Во-первых, единственный в республике колхоз сохранился только в Ивановке. Производимую здесь и хозяйственную продукцию также называют по имени сила. Во-вторых, Ивановка отличается и колоритом, и имеет большой туристический потенциал. С восстановлением здешних озер туристический потенциал Ивановки еще более расширится. Работы уже начались более подробно в видеоматериале нашего корреспондента Алиса Амедова. Дома построены в классическом стиле вдоль широких улиц. Перед каждым домом установлена небольшая скамья. При каждом доме свой приусадебный участок, где сельчане выращивают фрукты, овощи, кукурузу, подсолнечник. В Ивановке функционирует средняя школа, больница, детсады, другие социальные торговые объекты. Возведен родник в память о шиитах I и II Карабахских войн. И это все в Ивановке. Когда-то сельскую красоту дополняли здешние озера. В селе Ивановка Смоленского района в свое время было пять озер. В связи с глобальными климатическими изменениями все эти водоемы высохли. Чтобы оживить хотя бы последний водоем, муниципалитет села Ивановка выиграл специальный проект. Живущие в селе Малакане рассказывают, что эти озера уже были здесь, когда они приехали в эти края. Берега озер были излюбленным местом отдыха сельчан. Кто-то ловил рыбу, кто-то вместе с семьей наслаждался здешней красотой. Берега озера и прилегающий к нему парк превратились в место встречи молодежи. Здесь мы в детстве купались, были две лодки, катались на лодках молодежь. В свое время как-то было даже как бы пришло в традиции, молодожены, которые женились, они на лодках катались по этому озеру. Но уже столько лет как исчезла эта традиция, потому что нет и этих озер. Зато есть новые планы. Два года назад сельский муниципалитет подготовил специальный проект по восстановлению центрального озера. Но из-за пандемии коронавируса его реализация началась только сейчас. Сейчас обозначается периметр озера. По этому периметру будут проложены бетонные дороги, дорожки. Значит, будут поставлены скамейки. Остальное место будет озером. Также вокруг будет парк. Посадим деревья, которые, старые деревья, мы сделаем благоустройство. Восстановятся и эти традиции сельчан, связанные с этим озером. Появится место для отдыха и встреч. Коллективы самодеятельности известного Дворца культуры в Ивановке летними вечерами будут приглашать потанцевать приехавших к озеру на отдых своих односельчан и гостей. Алиса Амедов, Ибраим Мустафаев, Нюльфер Асланзады, Новости Остывы. Эх, люба-люба-люба, любушка моя, если любишь... Это были все новости к этому часу. С вами была Ксения Анисимова, афера Азербайджанского телевидения продолжит очередной выпуск передачи «Беля-беля-ишля». Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова